Гарден Сити Пикчерс представляет Китай Полтора миллиарда человек 110 тысяч сирот У кого-то нет такого места, которое они могли бы назвать домом Многим не хватает еды А у большинства из них нет надежды Эта история лишь одной из сирот Страдают малые дети Сначала она забеременела, а потом влеклась этой религией Нам не нужны проблемы У нее нет разрешения на этого ребенка Она убежала с младенцем, с никому не нужной девчонкой Вы правильно сделали, что вызвали нас Не волнуйтесь, вас не накажут за ее проступок Вот она Она там Стойте Нет Заберите ее Дом за солнцем Дом за солнцем Восемь лет спустя. Мисс Уилтон, вы будете преподавать английский язык с 8 утра и до 12 дня. В остальное время вы можете заниматься своими делами. Я поняла. Четко придерживайтесь программы, изложенной в вашем пособии. Не разрешается обсуждать темы, которые здесь не указаны. Нельзя говорить об Америке, ее правительстве и политике. Вам понятно? Да. Хорошо. Вы увидите, что ваша комната полностью оборудована. Там есть компьютер. Имейте в виду, что интернет просматривается представителями власти. Но мы закодируем вашу электронную почту. Спасибо. Я очень признательна вам за это. Я буду рада с вами работать. Спасибо за ваше внимание. Вы взяли на работу очень трудолюбивую девушку. Было приятно с вами познакомиться. И еще одно. Насколько я знаю, вы учитесь в библейском колледже. Я уверен, что вам уже сообщили, что проповедь христианства в этой части Китая запрещена. Даже ношение Библии считается основанием для ареста и депортации. Да, я понимаю. Ты держалась молодцом, Дженна. Твои родители гордились бы тобой. Я так волновалась. Смотри, у меня до сих пор дрожат руки. Ты смешной ребенок, ты знаешь об этом. Слушай, нельзя обижать свою любимую крестницу. Кстати. Спасибо. Ты был прав. Я все время держала ее в руке, и это помогло мне сохранять спокойствие. Сила молитвы. Да, мне их тоже очень не хватает. Ты уверена, что тебе здесь будет нормально? Просто это же так далеко. Ты будешь на другом конце мира. Я знаю, но это же дети из богатых семей. Какие у меня могут возникнуть с ними проблемы? А как же твои друзья? Настоящие друзья всегда будут со мной. Ну, единственный человек, которого мне не будет хватать, это ты. И вообще, у нас же есть имейл. Я знаю, но... Я помню, один хороший человек рассказывал мне, что делал то же самое, когда ему было 19. Он сказал, что это было прекрасно, и что это полностью изменило его жизнь. Правильно? Это еще не значит, что мне в 19 лет не было страшно. Ну, в это мне трудно поверить. Ну, а что, в то, что мне когда-то было 19? Нет. А вообще-то да. Нет. В то, что тебе вообще могло быть страшно. Я боюсь, что ты поймешь, что я больше тебе не нужен. И знаешь, здесь ты не встретишь своего сказочного выпускника библейского колледжа. Все будет во время, определенное Богом. Знаешь, диджей, мне кажется, ты только сейчас начинаешь понимать, как тебе будет меня не хватать. Может быть. Совсем чуточку. Такси уже здесь. Ну, наверное, пришло время прощаться. Что? Может, ты передумала? Дженна, все будет хорошо. Я горжусь тобой. Ты сможешь совсем по-другому посмотреть на жизнь. Поверь мне. И доверься Богу. Будь готова к любым испытаниям, которые Он приготовил для тебя. Он покажет тебе, что ты должна будешь делать. Я люблю тебя. Я буду очень скучать. И я буду скучать по тебе. 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 Да, простите. Эти дети просто поразительны. Это что, школа? Это брошенные дети. Давай, давай, поднимайся наверх. Простите, а кто это? Ее зовут Чули. Она здесь живет? Да, ее бросили на крыльце восемь лет назад. Это ужасно. Это ужасно. Это Китай. Мне пора. Я вас раньше здесь не видел. Да, я учительница. Я учительница из школы для мальчиков. Предъявите документы. Почему я должна... Потому что я отвечаю здесь за поддержание порядка. Тогда, конечно. Кажется, все в порядке. Прошу вас соблюдать законы нашей страны, мисс Уилтон. Мы здесь не терпим неповиновения. Я понимаю. Дорогой диджей, после твоего отъезда я нашла небольшой детский дом для брошенных девочек. Я была просто поражена. Они такие маленькие и такие беззащитные. Я так понимаю все, что они чувствуют. Я завтра пойду туда после работы и посмотрю, как они живут. Чули, хватит разговаривать. Встань в конец строя, Чули. Здравствуйте. Простите, в прошлый раз я не спросила, как вас зовут. Все готовы? Куда они идут? У них время учебы. Мы ходим в сад. Здесь, подалеку. А можно мне пойти с вами? Я учительница. Может, я смогу помочь? Нет, мне не нужна помощь. Ой, я не хотела... Знаете, будет лучше, если вы уйдете. Хорошо. Но я принесла конфеты детям. Вас могут за это арестовать. Нас всех могут арестовать. Простите. Тот человек, с которым мы вчера разговаривали, полковник Хан, он держит у себя на столе Библию, продырявленную пулей. Я понимаю. Простите. Я не хочу причинять вам неприятности. Пожалуйста, пусть она пойдет с нами. Мама Минг. Пожалуйста. Ладно. Можете пойти с нами. Но только в этот раз. Мэй Минг. Мэй Минг. Простите? Меня зовут Мэй Минг. А почему они не ходят в нормальную школу? Им запрещено ходить в государственную школу. У них нет официального идентификационного номера. Я не понимаю. В Китае женщина должна иметь разрешение, лицензию, чтобы забеременеть. Если у нее ее нет, она может потерять все. Семью, работу, социальный статус, все. Но бросить ребенка тоже считается преступлением. Поэтому у женщины есть два варианта. Либо смерть новорожденного, либо ей придется бросить ребенка тайно, чтобы ее потом не нашли. Но как эти семьи, эти мамы вообще допускают такое? Все слишком сложно и слишком часто так происходит. Если бы не помощь группы людей из вашей страны, этот детский дом вообще не выжил бы. Очень красиво. Покажи другим девочкам. Какая красота! Позвольте мне помочь вам с ними. Пожалуйста. Я знаю, что они чувствуют. Я знаю, как это быть брошенной. Вы тоже сирота? Была до двух лет. А потом меня удочерили самые чудесные родители, о которых я могла только мечтать. А два года назад и они меня оставили. Погибли в автокатастрофе. Мне их так не хватает. И я знаю, как это терять своих родителей два раза. А еще я знаю, как это важно, когда кто-то может тебе помочь в трудный момент. Пожалуйста, я не сделаю ничего такого, что причинит им боль. В этом саду нет сирот. Потому что у нас всех есть один отец. Об этом поговорим позже. Эти дети уже столько потеряли, но он дает им надежду. Я не позволю им больше страдать. И я не позволю. Тихо! Это так вы проявляете уважение к своим учителям? Это позор! Избалованные! И привилегированные дети! Вы все знаете нашего уважаемого начальника полиции, полковника Хана. Но вы, возможно, не знаете, что он один из наших уважаемых выпускников. Встаньте и поприветствуйте его. Только усердный труд и дисциплина помогут нашей стране оставаться сильной. Это ваша обязанность. Ваша обязанность номер один. А вы, мисс Уилтон, вы же не поощряете непослушание? Нет, полковник, я просто... Люди с вашими, скажем так, ошибочными убеждениями представляют опасность для нашей идеологии. И любые попытки повлиять на наших граждан, особенно на детей, являются основанием для депортации. Вы это понимаете? Я рад, что мы поняли друг друга. И будьте уверены, что я буду и дальше лично следить за тем, чему вы учите детей. И, с вашего позволения, я перефразирую вашу западную поговорку. Не проповедуйте то, во что вы верите. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Волчери в Улан. Ее нашли на рынке утром 24 числа января месяца. Утро было холодным, а она была завернута в бумагу. Она родилась в год овцы, поэтому она будет обаятельной, элегантной и артистичной. Ее мать оставила на ней вот это серебряное колье. Сейчас я ее принесу. Чули, умница. Можно вас попросить? Конечно. Спасибо вам. Какое красивое платье. В этом платье моя женака не мало крещения. Пойдемте со мной. Спасибо. Чули, что с тобой? Почему на ее месте не я? Когда-нибудь... Нет. Люди приезжают и забирают малышей, а за мной никто не приходит. Я слишком большая. Это не так. Ты чудесная девочка. Знаешь, иногда мы не можем чего-то понять, но все, что происходит, это часть большого плана. А еще ты нужна мне. Правда? Конечно, правда. А где твой дом? Я живу в стране, которая называется Америка. А где это? Если посмотреть на Восток, туда, где встает солнце, то там и есть мой дом, далеко за солнцем. А как там, далеко за солнцем? Там очень красиво, как и здесь. Некоторые люди похожи на меня. Некоторые похожи на тебя. А некоторые вообще не похожи на нас с тобой. Но в Америке, как бы ты ни выглядел, ты можешь идти куда хочешь, делать что хочешь. Дети ходят в школу, а когда вырастут, могут стать президентом. Люди могут создавать большие семьи, могут ходить в церковь, читать любые книги. Даже эту? Особенно эту. И поэтому у тебя здесь так много желтых пометок? Это особое местоописание, которое для меня очень много значит. А что это? Псалом 22. По-английски надо говорить салм без п. Салм, салм. Так что здесь сказано? Господь – пастырь мой. Эти слова очень помогли мне, когда мне было очень одиноко и страшно. Поможешь меня научить? Конечно. Знаешь, ты не должна ничего бояться. Эй, вы, что вы здесь делаете? Простите, я не... Документы, пожалуйста. Сейчас же. Мы просто... Молчать. Где книги? И не вздумайте говорить на запрещенные темы. Нам нужно быть очень осторожными. Пообещай мне, что не будешь брать мою Библию, ладно? Хорошо. А теперь... Давай повеселимся. Закрой глаза. Ну все, можешь открывать. Ну же, открывай. Это тебе. Подарок. Тебе идет. Тебе идет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, Соня! Эй, я не Соня, это ты, Соня! Да, а кто из нас уже готовит завтрак, а кто до сих пор зевает? Может, я и Соня, зато я не иностранка! А что плохого в том, чтобы быть иностранкой? Мэймин говорит, что с иностранцами разговаривать опасно. А почему тебе вообще нужно быть иностранкой? Почему дрова зеленая? Почему небо голубое? Почему собаки лают, а коровы мычат? Не знаю. Потому что такими их создал Бог. А меня тоже создал Бог? Конечно, дорогая. А почему у меня тогда нет мамы и папы, как у тебя? Солнышко! Хотела бы я ответить на этот вопрос. Но знаешь, когда-то и я жила в детском доме, как и ты. А разве это не твои мамы и папы? Это мои ненастоящие мамы и папы. Я не знаю, что с ними произошло. А хотела бы знать. Это Джой, а это Тим. Когда-то они нашли меня и стали моими новыми родителями. А потом они умерли. Моя мама тоже умерла. Мне очень жаль, солнышко. Знаешь, мы с тобой больше похожи, чем ты думаешь. Хоть я и иностранка. Тогда я тоже хочу быть иностранкой. Зачем? Чтобы я тоже могла жить с тобой далеко за солнцем. Ей так понравились животные. Ей было так интересно. Невероятно. Но эта маленькая девочка мне стала как сестра. И я снова стала думать о том, что мне казалось, я давно уже забыла. Например, о своей маме. Где она? Кто она? Почему она бросила меня? Я скучаю по тебе, диджей. Больше, чем ты можешь себе представить. На этом пока все. С любовью, Дженна. О, Дженна, заходи. Тебя что-то беспокоит? Я все время думаю о Чули, о ее будущем. Что именно тебя волнует? Есть ли вероятность, что ее удочерят? Ей уже восемь лет. А люди предпочитают брать маленьких детей. Младенцев. Значит, ее не удочерят. Никогда? А что будет, когда она вырастет? Она может жить здесь, пока не сможет работать сама. Как только она найдет работу, она сможет жить, как захочет. И когда это произойдет? Через пару лет. Но она же все равно будет еще ребенком. И одна. Наша система несовершенна. Вот уж действительно. Дженна. Зря я позволила Чули проводить так много времени с тобой. Будет лучше, если ты не будешь взлежаться с ней. Это неизбежно. Придет время, и всем им придется уйти. Им может быть очень трудно. А нам может быть еще труднее. Но это может быть труднее для нас. Ее оставили у нас на пороге восемь лет назад. А за мной никто не приходит. Я слишком взрослая. Я знаю, как это быть брошенной. Люди обычно берут маленьких детей. А есть ли вероятность, что ее удочерят? Наша система несовершенна. О, Диджей, это так классно! Ты как будто здесь со мной. Чудеса современных технологий. Ты не представляешь, как приятно слышать твой голос и видеть твое лицо. Я так по тебе скучаю. Знаю. Я тоже. Ну что ж, рассказывай о своих приключениях. Ты был прав, когда говорил, что я не встречу здесь своего сказочного выпускника библейского колледжа. Терпение, дорогая, терпение. Да, терпение ему тоже понадобится, потому что он станет отцом. Что? Помнишь, ты говорил мне, чтобы я поступала так, как хочет Бог? Кажется, я знаю, что должна сделать. Помнишь ту девочку, Чули? Я хочу удочерить ее. Дженна, Дженна, Дженна. Послушай, я очень рад, что ты нашла себе новую подружку. Но удочерение... Я знаю, это большая ответственность. Я уже думала об этом, долго думала. Ты уверена, что тобой движут не какие-то другие чувства? Да. Нет, нет, то есть... Они посмотрят на твой возраст. Ты слишком молода, Дженна. Да, но... Тебя спросят, как ты будешь ее содержать. А ты же еще учишься, Дженна. Я брошу колледж и найду работу. Дженна, ты чудесная девушка. И я уверен, что когда-то ты станешь отличной матерью, но... Но, пастор Дэн, я на самом деле хочу этого. Я знаю, но... Важно не то, чего хочешь ты или чего хочу я. Важно то, чего хочет Бог. А Он знает, как будет лучше для этой маленькой девочки. Привет! О, очень красиво. Я тут все думаю... Когда-то... Придет день, и мне придется вернуться обратно в Америку. Я могу поехать с тобой. О, это было бы чудесно. Но я не могу тебе этого обещать. Почему? Потому что некоторые вещи я не могу контролировать. Нет, можешь. Нет, не могу. К сожалению. А что будет со мной, когда ты уедешь? Ты останешься здесь с мамой Минг. А я буду приезжать к тебе в гости. Нет, не будешь. Обязательно буду. Нет, ты меня не любишь. О, Чули, это неправда. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Мы всегда будем как сестры. Нет, ты уедешь, и больше я тебя никогда не увижу. Чули, мы обязательно увидимся. Нет, моя мама меня бросила, а теперь и ты бросишь. Чули! Что случилось? Я хотела помочь Чули, но не получилось. Я не могу ей помочь. Я знаю, тебе так подсказывает сердце. Но это тебе не под силу. Как и всем нам, Чули придется положиться на Божью волю. Но она такая маленькая, такая одинокая. Это несправедливо. Положись на свою веру и доверься Богу. Ты даешь суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Ты знаешь, и этот псалом. Конечно, знаю. Давай попьем чаю. Привет, Дженна. Извини, я не смогу сегодня выйти на связь. Я думал о твоей подружке и вспомнил об одной семейной паре, которая хотела усыновить ребенка старшего возраста. Правда, это было давно. Поэтому сегодня вечером я пойду к ним и узнаю, по-прежнему ли они хотят этого. Молись, чтобы свершилась Божья воля. С любовью, диджей. Я открою. Вы, наверное, Рэй Джонсон? Пастор Дэн? Он самый. Надеюсь, я не сильно вас побеспокоил в этот субботний вечер. Вовсе нет. Мы рады, что наконец-то сможем с вами познакомиться. Проходите, проходите. Спасибо, спасибо, Джош. Спасибо. И как давно вы находитесь в этом служении за границей? Очень давно. Я начал работать с сиротами в Китае, когда был еще студентом. А это было очень давно. Однажды я поехал в миссионерскую поездку. Увидел, как там обращаются с этими маленькими девочками, и все. Я знал, что должен что-то делать. И сегодня это привело меня к вам. В своем заявлении об усыновлении вы указали, что у вас нет предпочтений по поводу расы ребенка. И что вы рассмотрите кандидатуру любого возраста. Да. Отлично. Насчет расы – это обычное явление для таких усыновлений. А то, что вы готовы усыновить ребенка старшего возраста, такое случается довольно редко. Можно узнать у вас, почему вы на это решились? Понимаете. Мы потеряли ребенка с самого первого. И мы хотели бы помочь ребенку, возможно, старшего возраста, которому труднее найти дом и любящую семью. Понятно. Ну что же, тогда, мне кажется, у меня для вас есть идеальная маленькая девочка. Вот ваша дочь. Вы себе не представляете, как много это для нас значит. Мне кажется, представляю. Мама Минг, мама Минг, у меня будет дом! Спокойно. Спокойно. У меня будет свой дом. Что, что? Мне нужно было сначала поговорить с вами, но я была так рада за Чули. Я буду жить далеко за солнцем. Дженна нашла мне новую маму, я буду жить в Америке. Это же чудесно. Вообще-то, пастор Дэн, мой крестный, нашел эту новую семью. Я так рада за тебя. Что случилось? Но я буду скучать по тебе. Знаешь, что я тебе скажу? Мы будем писать письма, а может, даже иногда будем приезжать друг к другу в гости. Это будет прекрасно! Я буду писать тебе каждый день! Видишь, всему свое время, определенное Богом. Посмотри, что нам прислал пастор Дэн. Дай посмотреть, дай посмотреть. Вот, это тебе. Ну что, ты будешь открывать? Привет, Дженн. Семья Джонсон хотела прислать небольшой подарок для Чули. Они увидели вашу фотографию с зоопаркой, поняли, что она любит животных. Еще они сняли небольшой видеосюжет. Они очень волнуются и хотели бы попросить тебя стать опекуном, Чули. Привет, Чули. Я Рэй Джонсон. Я вложил документы на опекунство и на удочерение. Я Дарин Джонсон. А это Джош и Бриэн. А это наш... Вернее, твой новый дом. А это твоя новая комната. Моя комната? А что у нас здесь? Это подарок для Чули. А можно еще раз посмотреть? Моя комната. Моя комната. Она стала совершенно другим человеком с тех пор, как мы начали процесс удочерения. Это же так прекрасно, правда? Очень непросто расти без родителей, без семьи. Я никогда не могла понять, как моя мама могла оставить меня. И почему? Может, я была плохим ребенком? Нет, Дженна. Нет, Дженна. Это не твоя вина. Иногда нам приходится платить за ошибки других людей. Меня тоже когда-то бросили. Мы называем таких детей найденышами. Я тоже росла в детском доме. В государственном детском доме. Там было очень плохо. Как это произошло? Когда мы плакали, нас били, привязывали к стульям, а иногда даже поджигали. У нас было мало еды, недостаточно одежды и совсем не было лекарств. Я видела, как больных и покалеченных детей закрывали на замок в комнатах, чтобы воспитательницы не слышали их плач, пока дети умирали с голоду. Но у нас была одна воспитательница, которая сказала мне, что человек по имени Иисус любит меня. Мне было так странно, что кто-то, кто даже не знал меня, смог полюбить. Полюбить меня. Это дало мне силы пережить те страшные годы. Знаете, моя жизнь – это часть Божьего замысла. Теперь я дарю надежду другим детям, так же, как и ты даришь надежду, Чули. С днём рождения, Чули. С днём рождения, Чули. Мы с нетерпением ждём тебя, Чули. Мы так рады. Мы хотим показать тебе наш зоопарк. А ещё пляж, магазин и все наши любимые фильмы. Ну, хватит уже, Джош. А ты открыла свой подарок? Да, да, большое спасибо за банду и за деньги. Только что мне с ними делать? Ты можешь делать с ними что угодно, солнышко. Если бы могла сделать, что захочешь, ты бы что сделала? С днём рождения, Чули. С днём рождения. С днём рождения не надо. Это самый лучший день рождения в моей жизни. Мама Минг! Мама Минг! Извини, Чули. Выйди, пожалуйста, и постучись. Заходи. Садись. У меня кое-что есть для тебя. Это тебе. Это твоя история. Здесь написано, «Я нашла тебя на крыльце». А это дата. 4 ноября 1995 года. На тебе была эта рубашка. А эти колокольчики, которые ты носишь, с твоих детских сапожек. Ты скоро уедешь отсюда. Это твое прошлое, которое ты заберёшь с собой в своё будущее. Какая красота! Давай попробуем вот так. Спасибо. Она красная А красная – это цвет семьи Он связывает нас, как эта ленточка Мы всегда будем как одна семья, как сестры Это из Америки? Да, это от пастора Дэна Это расписка, которую должна подписать Мэй Минг Это последний документ, в котором тебе дается разрешение уехать из детского дома в Америку США! США! Америка! И это тоже тебе А что это? Открытка ко Дню Благодарения К этому дню мы как раз будем дома А что такое День Благодарения? Где-то 300 лет назад в Америку приехали первые поселенцы Их называли пилигримами Они были вынуждены уехать из своей страны, потому что там были гонения за веру А что это? Гонения за веру? Они хотели по-своему славить Бога, а правительство их страны не разрешало этого Как здесь у нас? Поэтому они поехали в Америку Они построили там дома и работали вместе с индейцами А осенью, после сбора урожая, они поблагодарили Бога И с тех пор этот день называется Днем Благодарения Ну, я тебе покажу! А как празднуется День Благодарения? Вся семья собирается вместе за прекрасным ужином А потом все идут в церковь Поют и благодарят Бога И я хотела бы спеть песню в церкви после ужина Потому что я буду настоящим пилигримом в Америке Со своей новой семьей Отличная идея, пилигрим Подожди здесь Вы арестованы Что происходит? Джена, не вмешивайся Мама Минг! Мама Минг! Джена, пожалуйста, присмотри за детьми Куда они вас забирают? Она арестована за антигосударственную деятельность Нам сообщили, что она проповедует христианство Ну что, девочки, пора спать А где мама Минг? Завтра утром я пойду в полицию и узнаю А пока что мы можем за нее только молиться Что здесь происходит? Кто вы? Можете называть меня Эр Ньянг Я назначена новым директором этого детского дома А вы, должно быть, та самая иностранка? Вам здесь не место Мэй Минг попросила меня присмотреть Мэй Минг в тюрьме Ваша бывшая директриса была лентяйкой Она забила вам голову ложными убеждениями С этого момента Вы будете верить в партию И в процветание страны Вы нам здесь больше не нужны Правда, девочки? Правда, девочки? Да, Эр Ньянг А теперь спать Успокойся, Дженна При местной криминальной системе Ты ничего не сможешь сделать Но я же не могу бросить ее в тюрьме Я знаю, дорогая, но послушай У меня здесь есть кое-какие связи Я поговорил Но если ты умешаешься, тебя депортируют Или еще хуже А что же делать с подписями? Мэй Минг не подписала последний документ Чули Значит, тебе придется это улаживать с новой директрисой Не знаю, смогу ли я? У тебя нет выбора Я попробую что-то сделать здесь А ты добудь эту подпись Без нее Чули не может выехать из Китая Еще грязно Нет, уже чисто Здесь будет чисто, когда я скажу, что чисто А сейчас вымой еще раз А вы что делаете здесь? Простите У вас есть минутка? У меня здесь документы Которые нужно подписать для одной из девочек Чули Ее хотят удочерить Я хотела попросить Мэй Минг То есть, вашу коллегу подписать их Я не доверяю делам, которые начала моя предшественница Ведь она была преступницей Она была хорошей женщиной, она... Она нарушила наши законы Она запятнала нашу власть А вы были ее подругой И это бросает некоторые подозрения и на вас Поэтому Может быть, вам лучше побеспокоиться о себе и о своих делах А не об этих детях Но эту девочку уже ждет семья Ее документы готовы Готовы? Эта девочка Такая взрослая Она не может быть кандидатом На удочерение Кто-то из младших детей подошел бы больше Но кажется От нее было бы больше пользы Если бы она осталась здесь работать В противном случае Я буду рекомендовать ее в государственный детский дом Хотя, возможно, и есть выход Мне То есть Детскому дому Нужны деньги Денежный взнос Мог бы доказать нам, что вы Готовы к сотрудничеству Но ведь там есть чек Я говорю о пожертвовании О частном пожертвовании О пожертвовании? Да В американских долларах Наличными Я даже не знаю, что сказать Я всего лишь студентка В такой стране, как ваше Я уверена, вы сможете их найти Правда? Да И каким должно быть пожертвование? Как вам известно Нам нужно так много всего для детей Скажем Две тысячи долларов Две тысячи? Может быть Это слишком мало? Нет, наоборот Две тысячи долларов Это такая большая сумма Тогда вам придется решить Стоит ли Чули таких денег? Конечно, она стоит Просто у меня нет такой суммы Значит, девочка Останется В Китае Где Чули? Она сбежала Из этого ребенка не будет толка Я вызываю полицию Нет Она просто расстроилась И испугалась Пожалуйста Кажется, я знаю, где она Я пойду и найду ее Кажется, я знаю, где она Чули, с тобой все в порядке? Почему ты сбежала? Я не вернусь обратно. Я останусь здесь, с тобой. Солнышко, если бы это было возможно, но нам не разрешат. Я буду сидеть дома и ждать тебя с работы. Они пошлют сюда полицию и найдут тебя. Мне очень жаль, но тебе придется вернуться. Нет, я ненавижу Эрн Янг. Она никогда не позволит мне поехать в Америку. Есть один способ. Девочка нашлась. Она у меня дома. Здесь 600 долларов. Это все, что у меня есть. Не очень щедро. Нашему детскому дому столько всего нужно. Вот. Это чистое золото. Давайте сюда документы. Приходите завтра. Привет. А знаешь что? Привет. Что? Угадай, куда ты едешь. Куда? Ты едешь в Америку. Ура! 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 Кстати, садись. У меня есть для тебя сюрприз. Это пришло пару дней назад. От твоей новой семьи. Одежда, в которой ты поедешь домой. Красиво. Очень красиво. Хороший был день. Отличный день. Мы здорово повеселились, правда? Конечно. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Дженна. Дорогой Господь, спасибо, что привел ко мне Дженну и за то, что дал мне новую семью. Аминь. Дорис, можешь найти мне один старый файл? Номер 372, Петерсон. Он должен быть в ящике за 82-83 годы. Ну что, подожди меня здесь. Я пришла, чтобы забрать свои документы. К сожалению, они еще не подписаны. Почему? У нас по-прежнему финансовые затруднения. Еще тысяча долларов решила бы эту проблему. Ведь вы обещали. Ничем не могу помочь. Я всего лишь государственное служащее. Иди, подожди меня в своей комнате. Все нормально. Все будет хорошо. У меня нет еще одной тысячи долларов. И мы уезжаем завтра. Это не мои проблемы. А как же мои деньги? Вы имеете в виду ваше пожертвование? Послушайте, вы взяли мои деньги и обещали... Вы что, обвиняете меня в вымогательстве? Да, именно так. И я позвоню в полицию. Я уверена, что полиции будет очень интересно увидеть вот это. Я думаю, вам лучше уйти. Вон отсюда. Как такое могло произойти? Джина? Это Бог так сделал? Нет. Это сделал не Бог. Это сделали люди. Так может, Бог нам поможет? Мы знаем, что ты любишь нас, печешься о нас и бережешь от плохих вещей. И с тобой все возможно. Но с нами происходит что-то очень плохое. У нас с Дженой есть один документ, который никто не хочет подписывать. Помоги нам, пожалуйста. Тогда мы сможем поехать в Америку, в моей новой семье. И это было бы так чудесно. Аминь. Что такое? Вы арестованы. Вот улики. А ты... За тобой я тоже присмотрю. Джена! Пустите меня! Пустите! Вы носите запрещенную книгу. Я вас предупреждал. Уведите ее. Идем. Пожалуйста, помоги мне, Господи. Да перестаньте плакать! Это мусор. Я была слишком мягкой с вами. Со всеми вами. Можешь забыть о своем отъезде. Твоя подруга в тюрьме. И ты там будешь, если будешь плохо себя вести. Иди. Папа! 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Через шесть часов ближайший рейс. Вы полетите на нем. И считайте, что вам повезло. Это ваш первый арест. И забирайте это с собой. Если не успеете на самолет, будете арестованы как незаконная эмигрантка. Поверьте, китайская тюрьма – неподходящее место для молодой девушки. Подождите. А это приклейте на место. КОНЕЦ А это приклейте на место. Тебе предает себя бедный. Ты даешь суд сироте и угнетенному. Тебе предает себя бедный. Сироте – ты помощник. Красный – это цвет семьи. Он держит нас вместе. Доверься Богу. Он покажет тебе, что нужно делать. А что будет со мной, когда ты уедешь? Боже, пожалуйста. Дай мне мужество сделать то, что я должна сделать. Дай мне мобильник. Ты очень молодой. Дай мне мfactив. КОНЕЦ 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 Все нормально, это я. Только тихонько, ладно? Мы уезжаем сегодня. Правда? Но пусть это будет нашей тайной. Иди сюда, дорогая. КОНЕЦ Мне нужна ваша помощь. Вам нужно будет кое-что сделать. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Восемь лет я читал эту Библию. Слова этой книги привели меня к новой жизни и новой вере. Я уже давно верую в тайне. Но теперь пришло время жить как христианин. Но её документы не подписаны Эрн Янг отказалась их подписать Даже после того, как я дала ей деньги Дали взятку? Я совершила ошибку, я не должна была этого делать Где бумаги? Будьте уверены, её выгонят из детского дома и накажут А теперь вам пора, идите А как же вы? Я заберу Мэйминг Мэйминг? А где Мамаминг? Она в безопасности Мы заберём детей и уедем в другую часть страны Там ещё очень многие люди не знают Господа Ну всё, пойдём Ваши слова направили меня на правильный путь Пусть эта книга направляет вас Пусть Господь будет с вами и хранит вас Вас обеих Миссис Джонсон, это пастор Дэн Я рад, что застал вас Я уже еду в аэропорт Сегодня радостный день, правда? А вы не могли бы приехать немного пораньше? Выяснилось кое-что очень важное У меня для вас есть новая информация Я бы предпочёл поговорить с вами лично, если вы не против Спасибо, миссис Джонсон И, пожалуйста, не волнуйтесь Ничего ужасного Увидимся на месте Вот и они О, как я рада, что наконец-то могу огнять тебя Дженна, огромное тебе спасибо Мы так тебе благодарны Я рада, что смогла помочь Были какие-то проблемы? Ничего такого, с чем бы мы не справились А где пастор Дэн? Не знаю, он попросил нас приехать пораньше, а сам так и не появился А на мобильный звонили? Звонили, он не отвечает Как здесь вкусно пахнет! А это, наверное, Чули Я так рада с тобой познакомиться, дорогая Мама, это Дженна О, кстати, звонил ваш друг, пастор Дэн Он попал в небольшую аварию, но не волнуйтесь Он сказал, что с ним всё в порядке Всего несколько синяков и царапин Он сказал, что опоздает и чтобы вы садились ужинать Я обещала оставить ему индейку А что такое индейка? Подожди немного, и сама всё узнаешь Дети, почему бы вам не показать Чули её новую комнату? Да! А ты, Джена, пойдём со мной Мы поищем, во что тебе переодеться Да! Надо идти готовить ужин Ну что ж, давайте рассаживаться Джена, ты садись сюда А ты, Чули, садись рядом с ней Джошуа, ты иди на ту сторону Господь, спасибо за все те благословения, которые ты послал нашей семье За этот прекрасный дом, за Чули и Джену За то, что ты привёл их к нам сегодня За пастора Дэна, чьё служение собрало нас всех за этим столом За этот отличный ужин И за то, что мы можем разделить его в присутствии твоего сына, нашего Господа Аминь Приятного аппетита Ну-ка, девочки Возьми за один край А я возьму за другой Будем тянуть, а потом посмотрим У кого останется больше кусочек Но сначала нужно загадать желание У кого будет больше кусок, того желание и сбудется А что ты загадала? Нельзя говорить, а то желание не сбудется Я так волновалась за тебя, диджей Ну что ты Нужно что-то большее, чем небольшая авария, чтобы прикончить такого старого боевого коня, как я А что произошло? Может, вам лучше присесть? Позже А это что за маленькая красавица? Чули Это пастор Дэн Мой ангел-хранитель Ну что, дорогая Тебе нравится Америка? Очень Спасибо, что помогли Дженне найти для меня дом А теперь нужно еще найти дом для Дженны Дорин Рэй Я хотел вам кое-что сказать Я не планировал, чтобы это произошло так, и хотел поговорить с вами наедине Но раз уж так получилось Я хотел, чтобы вы узнали об этом первыми Пойдем, Чули, поможем убрать с стола Нет, Джена, подожди Дорин, в чем дело? Может, вы хотите, чтобы дети ушли на время? Нет Во время проверки в социальной службе по поводу Чули Мы столкнулись с одной проблемой Ты должна нас понять, дорогая Когда мы с Рэем были еще в колледже И были еще неверующими Я забеременела Мы Не могли содержать ребенка, потому что сами были еще детьми Мне говорили, чтобы я сделала аборт, но Я знала, что это неправильно Поэтому Мы отдали своего ребенка И это была самая большая ошибка в нашей жизни Зачем вы мне это рассказываете? Когда я оформлял документы на Чули Чтобы ты была ее опекуном Я не мог поверить Дата рождения и места Было слишком много совпадений Поэтому я начал копать глубже Прости, Дженна, но они должны были узнать об этом первыми Но какое это имеет отношение к Чули? Не к Чули, дорогая А к тебе Ты Наш ребенок Девочка Которую мы отдали Джонсон и твои родители, Дженна Твои настоящие родители Значит Вы моя мама? Каждый вечер я молилась Молилась Чтобы Бог был с тобой И Он был со мной Он привел меня к Чули А Чули привела меня к вам Значит Если родители Дженны Джонсоны А теперь Джонсоны И мои родители Значит Джена моя сестра? Да, дорогая Классно! Пути Господни неисповедимы Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа Я хочу представить вам пастора Дэна Вы отлично спели Спасибо Здравствуйте Меня зовут Дэн Пастор Дэн На протяжении года У нас было множество причин Чтобы благодарить Бога Его благодать всегда с нами Но сегодня это очевидно Как никогда Я знаю, что многие из вас Знают Джонсонов Рея и Дорин А также их детей Джоша и Бриэн Пожалуйста, встаньте Вот уже много лет Они являются посвященными членами нашей церкви И сегодня В день благодарения Семья Джонсонов и вся наша церковь Получила еще два прекрасных благословения Это очень длинная история Полная приключений Мужества и любви Бог работал в одной далекой стране И здесь у нас тоже Я уверен Дорин и Рей расскажут вам подробности Во время чаепития А сейчас Я хочу представить вам не одну А сразу двух новых членов Семьи Джонсонов Чули и Дженну И в честь этого знаменательного события Маленькая Чули и Джонсон Хотела бы спеть вам свою любимую песню Споешь со мной? Семьи Джонсон 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 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ